Боишься блокировок криптовалютных бирж из-за санкций? Боишься проснуться и понять, что потерял все деньги? Тогда регистрируйся на топовых биржах, не поддерживающих санкции, в описании к этому ролику и получи 20% кэшбэки торговых комиссий в долларах для своего аккаунта навсегда. Сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Всем привет, дорогие друзья, с вами Crypto Watchmaker и сегодня мы поговорим о DCI ботах BitsGap. У ботов BitsGap вышло новое обновление, которое теперь позволяет нам делать бэктест наших настроек. То есть мы теперь заранее можем посмотреть, как бы отрабатывала наша настройка на истории. Таким образом, мы можем спрогнозировать средние какие-то настройки, которые будут отлично работать для нас в какой-то определенный период времени, да, смотря какие настройки вы подбираете. Кстати, на боте еще появилась стратегия Short. В стратегии Short бот сначала продает базовую валюту, а затем получает прибыль от ее покупки при снижении цены. Здесь можете почитать, в принципе, можете в документации более подробно почитать, если вам непонятно, как работает Short бот. Но для запуска Short бота нам требуется сразу базовая валюта. У нас ее нету, поэтому мы не можем сейчас посмотреть настройки. Сегодня мы поговорим вообще о нюансах, да, о нюансах настроек DCA ботов BitsGap. Так, кстати, давайте я немножечко увеличу. Итак, нам даются сразу же базовые настройки. Мы при базовых настройках можем протестировать, у нас результат вышел бы 7% за месяц. Мы видим, что если бы мы зашли 25 дней назад, да, вот здесь, то первая продажа у нас была бы вот здесь. И в этом заключается один из нюансов настроек вашей стратегии. В зависимости от того, когда у вас будет запущен бот, он отработает совершенно по-разному. Если возьмем нижнюю точку, возьмем 14 ноября, да, то результат будет совершенно другой. Смотрите, при тех же настройках ничего не происходило. Мы берем меньшее количество дней, у нас совершенно другой результат. Если мы возьмем нижнюю точку 20, ну, 21 ноября у нас вот здесь было, да, ну, к примеру, 19 ноября возьмем, если мы запустили бота, то мы имеем такую доходность. Понимаете, в чем дело? Когда запустился бот, да, когда он зафиксировал прибыль, когда он вошел в следующую сделку и так далее. И результаты будут прям полностью меняться. Чем за больший период мы будем настраивать нашего бота, тем более стабильно он будет работать, допустим, на просадках. Если за 30 дней происходили какие-то проливы, да, которые не подходят под наши настройки, бот их не захватывал, потому что здесь вот у него было последнее усреднение, и зафиксировать прибыль с данными настройками он смог только вот здесь. Ну и тут же он где-то закупился, и благодаря этому мы смогли зафиксировать следующую прибыль только вот здесь. Поэтому первый момент. Ручные настройки делаем, мы обязательно ставим сигнал индикатора. Сигнал индикатора поможет нам в какие-то моменты не заходить, не во время сделки. И смотрите результат. Мы просто меняем, ставим RSI 1 минутка. 1 минутка, вы знаете, как в трейдинге работает 1 минутный таймфрейм и 1 минутные индикаторы. Это, в принципе, какая-то на грани погрешности, правильно? Но даже 1 минутный RSI помогает нам сделать настройки более стабильными. То есть всего лишь навсего 1 минутный RSI ставим и видим, что уже ситуация лучше. Что бот заходил в сделки намного лучше, и доходность у нас получается тоже выше. Если мы к RSI добавим еще стахастик, видим, что количество сделок уменьшилось, но результативность, доходность увеличилась, потому что бот заходил где-то более вовремя в сделки. То есть на хаях он не залетал. И то есть при базовых настройках, просто не трогая вообще никаких настроек, бота BitsGap, просто поставив 2 индикатора, мы видим, что у нас уже доходность за 24 дня, это не за 30 дней, потому что я не беру 30 дней, потому что был тут вот у биткоина сильный пролив. За несколько дней здесь биткоин упал на 25%. И 25% ни один адекватный бот по биткоину не устоит, потому что на альткоинах 25% превращается во все 50 и 70%, в зависимости, естественно, от щиткоина. Поэтому я и взял здесь вот 24 дня после пролива, когда у нас пошел стабильный флэт, как бы отрабатывал бот. И в принципе теперь мы понимаем, что отлично RSI или стахастик, или вместе они, и дальше мы уже начинаем тыкать какие-то другие настройки. Мы начинаем смотреть. Вообще изначально, кстати говоря, мы должны посмотреть, в чем у нас была проблема, где бот не работал. Вот здесь, допустим, да? С учетом того, что индикаторы у нас уже стоят, как мы можем улучшить ситуацию? Мы можем поиграть, допустим, с мультипликатором шага немножечко. Нажимаем снова тестировать. 14.16, так 14.02. То есть ситуация немного улучшилась. Можем еще 14.33 и так далее. И мы все эти настройки вот таким вот образом начинаем тыкать. Смотрим, в чем у нас была проблема на графике, да? И тыкаем. Но при этом обратите внимание, что если мы здесь снова же поменяем точку входа, результат у нас также изменится. То есть мы в любом случае подбираем какие-то средние настройки, потому что произойдя еще раз вот такая же ситуация, мы снова же будем ждать, пока он из нее выйдет. То же самое и здесь. Бот здесь зашел в сделку, доусреднялся. И сейчас он будет ждать, пока цена отрастет там в район 0.5, да? Для того, чтобы он зафиксировал прибыль. Увеличиваем артингейл, мы увеличиваем сумму минимальную для бота. И мы видим, что это не помогает, несмотря на то, что мы увеличили каждое усреднение, да? То есть здесь усреднение стоит около идеального. Но мы можем помотать ведь и в обратную сторону и посмотреть уже, как изменится. 14.39, берем на 0.2, 14.46. Даже с меньшим мартингейлом у нас лучше результаты показываются. 14.53, 14.76, почти 15%. Мартингейл, судя по всему, делает не всегда хорошо, да? Также у нас есть и шаг усреднений, если буквально добавим 1.10. Сколько у нас сейчас там? 14.98. Увеличиваем шаг усреднения. 14.8 сработало в худшую сторону. Если мы увеличим количество усредняющих ордеров, естественно, уменьшится еще больше. Ну и, естественно, такие настройки, как Take Profit. Допустим, если мы 0.75 поменяем на 1%, то увидим, что у нас уже заработок идет почти 20%. Но мы тоже должны понимать, что если мы меняем Take Profit, то мы обязательно потом должны будем покрутить и настройки, которые вы крутили в первый раз. Потому что в данном случае нам, возможно, уже поможет немного больше мартингейл. У нас больше расстояния до фиксации прибыли. Следственно, чем будет лучше происходить усреднение. И цене нужно меньше пройти для того, чтобы сфиксировать прибыль. Ну и, как мы с вами говорили, везде нужен баланс между частотой сделок и прибылью. Ну и, как бы, логично, что чем больше пройдет цена, ну, чем больше пройдет расстояние цена, тем выше у нас будет прибыль. Но я бы, наверное, все-таки не ставил больше 1%. Я бы, знаете, даже как сделал, наверное, я бы провел эксперимент очередной и запустил бы 2 одинаковых пары, но с немного разными настройками Take Profit. Ну и, в принципе, даже не Take Profit, но и, в принципе, с остальными настройками тоже. Плюс-минус на одинаковую сумму. И мы обязательно это сделаем, но не в этом ролике. Я сниму для этого дела, естественно, отдельный ролик. Ну и есть еще один момент, как у нас фиксируется прибыль. То есть, если мы фиксируемся по индикаторам, в какой-то степени это можно назвать даже эдаким трейлингом, да. То есть, мы видим, что у нас просто усредненная цена. 19.73, но если мы добавляем еще индикаторы стахастика и RSI, то у нас сильно меняется ситуация. 23.43, то есть индикатор лучше знает, когда нам фиксировать прибыль. 23.43, убираем стахастик, оставляем RSI. 22.54, убираем RSI, добавляем стахастик. 24.91, то есть по стухастику у нас получается даже больше прибыли, если мы оставляем фиксацию прибыли. Ну и тут еще имеется, естественно, базовая цена ордера плюс индикаторы. Возвращаемся назад к настройке бота. Естественно, раз мы сильно поменяли настройки фиксации прибыли, то нам стоило бы и посмотреть, как будут менять мультипликаторы объема. Так, сейчас у нас 24.91, погнали. 25.78, то есть мы поменяли уже немного мультипликатор объема. У нас уже, так, тут 25.42, 25.49, 25.66. Все, тут уже пошло в меньшую сторону, у нас получается, что средний вариант был самым нормальным, которые стояли здесь изначально. Мультипликаторы. Теперь давайте еще раз смотрим. Здесь у нас 25.66, уменьшаем немножечко мультипликатор шага. 25.83, 26, 26.6. Ну и шаг и количество усредняющих ордеров, к примеру, я бы менять не стал. Вот мы просто, потыков немного настроечки, поменяли аж до 26%, да? За 2-4 дня, это больше 1% в день у нас получается. Если же мы поставим какое-нибудь 21 ноября, 21 ноября, ну в принципе у нас плюс-минус такие же настроечки. То есть мы сделали средние настройки, которые у нас работают на разных днях, да? Если мы сделаем 2-4 ноября, это, наверное, худший из вариантов, который может быть, да? В данной ситуации получается все равно плюс-минус 1%, потому что мы на хаях зашли, да? Но у нас здесь не прям хаи получились, потому что 24 ноября началось раньше, чем это эти хаи. Но, тем не менее, то есть у нас получается в районе 1% в день. То есть в районе 30% в месяц. Вот, видите, зашли, то есть чуть раньше, не на окончании падения, и у нас уже немного другая ситуация произошла. Если бы мы зашли 13-го, видите, уже другая ситуация. Так что точка входа в DCA-бота тоже очень важна. Так что, в принципе, мы тут после хаев сейчас тоже немного упали. И если мы запустимся здесь, то, в принципе, у нас может что-то интересное получиться. Так что я запущу такого бота. На 280 долларов, на минимальную, так сказать, сумму, запускаю такого бота. Этот ролик нацелен вообще на то, чтобы показать вам, как теперь просто настраивать DCA-боты, если даже вы не разбираетесь вообще во всех этих огромном количестве настроек. Я думаю, что после этого ролика вы сможете настроить своего первого DCA-бота, который будет у вас зарабатывать как минимум больше 10% в месяц. Причем на таком рынке. Представляете, сколько можно будет зарабатывать, когда у нас вернется активный рост. Хотя бы мы будем не постоянно падать, да, месяцами, но постепенно расти. Я надеюсь, данный ролик вам помог. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И, в принципе, я могу сказать, что кнопка бабло теперь у вас в руках. Ну а на сегодня все. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.